Всем привет! С вами инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать умный счетчик Pulsar 1T. Это один из самых продвинутых счетчиков электроэнергии. Он имеет два датчика тока, самый современный протокол обмена данных Spodes, интерфейсы RS-485 и автопорт и внутренний реле. Прибор полностью соответствует постановлению правительства номер 890 прибором учета электроэнергии. Он может использоваться как автономно, так и в составе автоматизированной системы учета электроэнергии . Счетчик измеряет активную и реактивную электроэнергию. Он двухнаправленный, позволяющий считать электроэнергию как в прямом, так и в обратном направлении. Счетчик ведет записную книжку о качестве электроэнергии и ошибках, которые произошли во время работы. Более подробно про все эти функции поговорим в этом видео. Если вам интересны обзоры электронных приборов, то подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Поддержите видео лайком и репостом. Вот так выглядит счетчик. Давайте для начала разберемся с маркировкой счетчика. Первое Т означает, что счетчик четырехтарифный. Следующее ТШ означает, что измерение тока идет как по фазе, так и по нулю, с помощью трансформатора и шунта. О означает, что содержится реле и то, что счетчик имеет испытательные выходы. 5 это 5 ампер номинальный ток. 60 это 60 ампер максимальный. Дальше 1 и 5 это протоколы РС-485 и Аптопорт. Следующее С. Счетчик поддерживает протокол обмена с PODES, который является современным универсальным протоколом в системе автоматизированного учета электроэнергии. Этот протокол поддерживается многими производителями, что облегчает замену электросчетчиков в рамках автоматизированной системы учета. U это универсальное крепление счетчика, что позволяет крепить счетчик как на 1 рейку, так и на стандартное место крепления на 3 болта. Следующая двойка. Счетчик многофункциональный. Следующие две цифры. 1 точность счетчика по активной электроэнергии и 2 по реактивной. D означает, что счетчик двухнаправленный. И последние четыре. Прибор имеет многофункциональный ЖКИ. Давайте рассмотрим сам прибор. У него прозрачный неразборный корпус, что усложняет вмешательство в прибор. Сверху у счетчика находится пломба. Данный счетчик устанавливается в месте, защищенном от влияния окружающей среды, то есть в щитке или в помещении. Так выглядит крепление счетчика. Пластина установлена для крепления на 1 рейку. Если мы хотим установить счетчик в стандартное место на 3 винта, то должны эту пластину перевернуть. Так будет стоять пластина для крепления счетчика на 3 винта. Вот эти два отверстия для нижних винтов. И здесь отверстия для верхнего винта. Причем расстояние между отверстиями можно регулировать. Давайте рассмотрим интерфейс счетчика. Справа вверху находится автопорт, который используется для получения дополнительной информации о работе электросчетчика. Чуть ниже находятся 3 светодиода. Посередине светодиод показывает, что питание подключено. Левый светодиод это телеметрический выход активной энергии. Он мигает 1000 раз за 1 кВт час. Он может показывать и другие функции, но только в режиме программирования. Правый светодиод это телеметрический выход реактивной энергии. Он мигает 1000 раз за 1 кВт час. Дальше находятся две кнопки, которые переключают показания счетчика на дисплее по кругу. На данном счетчике можно посмотреть показания без подключения к электроэнергии. Для этого нажимаем на эти кнопки. Это потребление по обоим зонам, потребление по первой зоне и потребление по второй зоне. Вообще можно настроить в этом счетчике до 4 тарифных зон. На дисплее может отображаться гораздо больше информации, но в зависимости от того, как запрограммируешь электросчетчик. Я снял крышку счетчика. Сразу видим мощные клеймы. Счетчик подключается стандартно. Памятка есть на крышке электросчетчика. Ход фазы, выход фазы. Ход нуля, выход нуля. Напоминаю, что это счетчик с двумя датчиками тока. А эти счетчики крайне чувствительны к правильному подключению. При правильном подключении ток фазы должен быть равен току нуля. Но если они не равны, то за основу подсчета берется больший ток. Или в фазе, или в нуле. У меня на канале уже есть два видео, как правильно и как неправильно подключать такие счетчики. Ссылки на эти видео вы найдете в описании. Если кратко сказать, правила подключения такого счетчика очень похожи на правила подключения устройства защитного отключения . После счетчика подключенный контур не должен иметь электрических соединений с другими электрическими контурами и сцепями до счетчика. А также не должно быть никаких заземлений и занулений. Защитный провод PE подключается или до счетчика или к независимому заземлению . Здесь находятся испытательные выходы активной и реактивной электроэнергии. Здесь же интерфейс RS-485, работающий по протоколу SPODES. Здесь находится перемычка, которая позволяет переключать режимы работы внутреннего реле. Постоянно включена, постоянно выключена или полностью управляется через автоматизированную систему. Этой системой можно отключать абонентов дистанционно с диспетчерской, в случае неуплаты за электроэнергию. Можно запрограммировать выключение реле по превышению установленной мощности, по превышению потребленной электроэнергии, по превышению входного напряжения, а также при несанкционированном вмешательстве в работу прибора. Если абонент отключен от сети, то появляется на дисплее соответствующий знак. Режимы подключения реле можно найти на крышке. Также тут указана цоколевка программных выходов. Подключил электросчетчик. После небольшого тестирования, счетчик начал работать. Показания на дисплее переключаются автоматически. Можно кнопками переключать назад-вперед. Счетчик показывает время, дату, потребление в двух временных зонах, а также общее потребление. Функции отображения информации на дисплее может быть значительно больше, но это можно настроить через программирование счетчика. Счетчик имеет несколько степеней защиты от вмешательства в его работу. Первое, как я говорил, неразборный прозрачный корпус. Второе, пломбы. Третье, фиксация магнитных лучей. Четвертое, пароль на программное обеспечение. Пятое, датчик на открытие клеммной крышки. Как видите, на индикаторе горит значок открытый замочек и трехугольник. Это показывает ошибку того, что снята крышка. Вот я нажимаю на датчик и эти два значка исчезают. Этот датчик нажимается данным выступом при установке клеммной крышки. Шестое, датчик вскрытия корпуса. Оба этих датчика функционируют, даже если счетчик не подключен к сети. И он записывает их показания журнала ошибок. Данный счетчик позволяет вести многотарифный учет активной реактивной энергии по четырем типам дней в 12 сезонах. Он имеет 4 тарифа. Дискретность установки тарифных зон 30 минут. Учет ведется раздельно по рабочим, субботним, воскресным и праздничным дням. Переключение тарифов производится внутренними часами реального времени. Вход часов при отсутствии питания обеспечивается с помощью встроенной литиевой батареи в течение 16 лет. Данный счетчик может использоваться как измеритель показателей качества электрической энергии по отклонению напряжения и частоты. Счетчик ведет 4 независимых архива, параметры которых приведены в таблице на слайде. Еще счетчик ведет журнал событий на 26 типов событий. Каждый тип события имеет независимый стэк глубиной 100 событий, так как он работает с протоколом SPODES. События характеризуются временем начала, окончания и статусом. События условно разделены на три группы. Критичные, события для журнала качества сети и прочие события. Эти события вы видите на слайде. Данный прибор нельзя эксплуатировать при напряжении больше 265 вольт и при токе больше максимального. Для этого прибора это 60 ампер. Следует избегать попадания влаги на прибор. Поверка счетчика производится каждые 16 лет. Гарантийный срок эксплуатации счетчика 7 лет. Если у вас остались вопросы по работе счетчика, задавайте в комментариях. Также вы можете эти вопросы задать производителю. Ссылка есть в описании. Подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, если вам интересны такие видео. Поддержите видео лайком и репостом. Особая благодарность тем, кто поддерживает мой канал материально. До встречи в новых и старых роликах.